Акриловые краски, тонкие кисти разных видов, несколько плавных штрихов и безликие фигурки превращаются в русских народных красавиц. Правильно и аккуратно нанести линии для этих детей непросто. В школе надежда обучаются особенные дети. Во время занятия творчеством происходит невероятная магия общения. Вот эта коммуникация, которая нам всем, безусловно, очень необходима в жизни, она происходит во время творческих занятий. Кто-то кому-то передал кисточку, кто-то кому-то передал листик, кто-то кому-то передал краски. Начинается вот это вот то самое взаимодействие, благодаря которому люди начинают дружить, люди начинают понимать друг друга. И искусственный мир не может быть создан где-то в рамках, я не знаю, какой-то там отдельной квартиры. Ребенка нужно привести в общество, где будут разные дети, разного возраста, разные педагоги. И вот эта вот мозаика чудесная, она приводит к тому, что ребенок развивается. Каждому ребенку индивидуальный подход. Рассмотреть способности, проверить физическую и психологическую готовность. Дети как пластилин, говорит учитель технологии Оксана Кривородько. Главное их заинтересовать. Уже неделю старшеклассники увлеченно мастерят необычных кукол. Русская княжна, в данный момент мы ее расписываем. Это еще 30% осталось работы. Самая интересная, наверное, даже для детей. Любая кукла начинается с каркаса, дальше масса, дальше шили костюм из бумаги. В принципе, это для детей казалось не очень просто, но интересно. И теперь, после того, как она высохла, наша задача ее красиво расписать. Вместе с творчеством ребята узнают историю русского народного костюма. Например, чем богаче был головной убор девушки, тем она состоятельнее. Каждую деталь костюма тщательно изучают. Всегда, когда ты хочешь сделать какую-то куклу, особенно если эта тема задана, то все начинается с того, что тебе нужно найти фотографии, внимательно изучить все детали. Костюмы здесь очень богатые, очень много мелких деталей, очень много украшений. Совсем скоро эти русские красавицы отправятся на конкурс «Подмосковье мастеровое возрождение истоков». Расписные пряники, лоскутные куклы, вышивка, поделки из гипса. В этих работах вся красота внутреннего мира особенных детей. Ведь в творчестве не бывает ограничений. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.